Ягода вкусная, но чуть-чуть пошевелил и ягода сжимается. Под него надо подстилать Это такой куст, я его и обрезал, он очень-очень сильно, весь он обрезанный. Ветер все сильнее и сильнее. Тут ягоды, конечно, очень много. Крупная, самое интересное, что самая крупная отваливается. Не честно так. Ничего, Юрка, помой и ты съешь. Почему один ты съешь, а я? Мы мороженое все никак съесть не можем, прошлогодние, вернее, Юрочка у меня с кашей сейчас приучился. Сидишь в кущах там. Вот сейчас похолодает, хоть розочки оттуда своего череночника пересажу. Вот мой череночник, тут розочки растут. И он какой курильский чай уже вымахал. Надо его разбирать тут, порядок наводить, все это пересадить. Тут розочки собираются цвести уже. У-у-у, что под кустом творится, Юра приподнял веточки. Как вы понимаете, это у нас продолжение дубль 2. Воскресенье сегодня. Всем хорошего дня и чудесного настроения провести хорошо выходные. С праздником наступающим всех. Да Кликчик, Кульчинай, покажи-то свое. С праздником всех наступающим завтра будет. Завтра праздник. День России. Поздравляем. Юра горбатится на своем участке, на своем огороде. Спинка одна торчит. На коленках. На коленках. Ну вот, сейчас Юрку нас снимаешь. Юрий Дмитриевич, как ваше самочувствие там на коленках? Дышим. Через раз мы дышим. Что, ягодку кушаем? Ну да. Это сладкая, сладкая. Это сладкая, да. Это мы ради внуков ее садили. Держка. Ну, одни внуки не едят, а других внуков своей хватает. Сжималось. Я им тоже такой куст один подарила. Выкопала прям большой отсюда с участка и отдала. Приятного аппетита вам. Спасибо. Пусть кушают. Правильно. Приезжают. Ага, приезжают. У них своя ягода там. Друга. А, те они едят другие у нас. Глупенькие? Глупенькие. Они виноград только, слава Богу, хоть виноград едят. И ягодки. В общем, наша первая жимолась. Все. Жимолась пошла. Первые ягодки мы поели уже. Вкусно. Она полуделеная еще, но сладкая. Витрина. Не знаю, слышно тебя или нет. А мы-ка посмотрим. Вот так-то смотрится вообще-то спелый. Да-да. Сейчас попробую и я. Бачок зеленый. Юра, ты не с той стороны собираешь. Вот здесь абсолютно спелый уже. Ну и что? Я уже наелся. Не, ну вообще тут можно уже есть ее. Есть. Ну, только она тоже вот плохо держится. Она очень сладкая. Мелкая. Это я потому что черенки брала. И сама проращивала их. Это как бы старый сорт. Есть сейчас крупные. А крупные покупали пару раз. Они все равно кислые были. Я их выбросила, выкопала кусты. Потому что у нас их хватает. А это я брала у Юрины сестрички. И сама черенковала. Вот вырастила. Мелкая, но сладкая. Мелкая, но сладкая. О, ветер. Первая, самая вкусная. Тут перцы надо все сорвать. И зафаршировать. Потому что они не дают расти сейчас. Все листья я обрезала, бросила на пол вчера. На улице был дождь. Я тут все накидала. Сейчас все это уберу. Листики, которые мне не нравились. На баклажанах, на перцах. Я все пообрывала. Чтобы потом видно будет. Если вдруг что-то нападет, сразу видно будет, что листик испортился. Огурчик уже поднялся. Там уже зависть есть. Очень мне нравятся вот эти перчики, которые сверху прямо на кусту. Мои любимые. А вот эти перцы сиреневый блеск. Их даже можно выращивать в комнате. Они как комнатные могут быть. Сегодня в теплице совсем не жарко. Поэтому здесь можно почистить наконец-то. Довести все до ума. На улице, правда, работы тоже хватает. Хочу показать, какой был суховей. Что даже листья на землянике. Вот просто он почернел весь. Здесь высох. Висят у нас уже томаты на кусту. И вот тоже томаты уже висят. Там везде. Это банан. Мне не очень нравится, конечно. Здесь дыни. И арбузы у меня растут. Морковку надо как раз. Сейчас мокрое. Можно прореживать сорняк. Убирать. Вот под досками совсем чисто. Сейчас я покажу. Я Маринке обещала. Смотрите, как удобно. Вот. Ничего там нет. Пока доски я убирать не буду. Пока морковка не поднимется. Тогда только доски уберу. Это место положим. Вот. Здесь томаты уже такие огромненькие. С яблочков висят. Грядки нас еще не совсем в порядок мы довели. Вот эта капуста накрытая. Это которую я досадила еще вот как раз. Перед тем, как погода у меня испортилась. Вернее, наоборот, хорошая. Дождик прошел хороший. Жалко только, что ветер сильный был. Местами поломал мне ветки. Ну, где там хризантемка должна. Не всходит. Надо вот эту столбу брать. Он весь вид портит. Вот. Видишь, болтается. Мы уже тут не будем кормить птичек. Потому что у нас тут был просто мышатник. Конечно, красиво снималось. О! Дети его, по-моему, бетонировали. Ну да, там бетон кусок вылазит прямо. Все в грязи. Грязи много. Это хорошо. Ну, так мы этот дождик ждали. Поэтому мы очень рады ему. Даже прощаешь, он не всю розу обломал. Цветочки все побил. Вот эта сирень китайская ее называет. Только зацвела. Но из-за дождя уже все тут половина насыпалась. Тоже все на клумбу. Насыпала все тут. Но запах от нее выходишь, когда из двери. Запах, конечно, волшебный. Ой, чтобы не упал, тебе на тебя не упадет? Нет. Все, прощай, столбик. Да нет, еще. На котором птички сидели. Напротив сосны было так красиво. Там сосна такая, ой, сосна, елка. Такая красивая ель сейчас. Распустились у нее в ее побеги. Новые веточки. Вон, Курат, копал. А там бетон. А я ребятишкам говорила, когда не надо заливать эти столбы. Еще неизвестно, где что будет. Тут пелевая веревка у меня висела. Прямо, Юра, говорю, не надрывайся. Потом как-нибудь. Или ребятишки говорят, или надо отбить бетон, куваллы надо отбить. Тогда можно доставать. Голубая ель сейчас действительно встает голубой. Какая красотка. Распустились ее новые веточки. Вот их можно общипывать, чтобы она попашистее была. Но так как мы ее ветки и так уже обрезали, я ничего щипать не стала. Потому что мы ее так и хорошо порезали, жалко уже. А там стакана. Ого, Юра, что вытащил какой громадный. Ложи, не таскай такую тяжесть. Ура, все, вытащил. Все. Вот он был бетон. Ну, Юра. Половину разбил. Разбил, молодец. Теперь не будет портить вид мне, когда я снимаю. А то, как начинаю снимать, и стол бы у меня стоит. Ну да. Да и вообще теперь тут белье. Я тут не вешу, тут веревка бельевая была. Ой, какое небо красивое. Какое небо голубое. Это точно. Вот там у меня теперь веревочка. Обожаю белье сушить на веревочке. Друзья, там надо видеть. Ну вот, первые перчики у нас. Еще сейчас нарежу. Там ветер, дверь стучит. Не знаю, как мне будет слышно. Может, будет плохо слышно. Вот перчики вот так сейчас посрезаем. Вообще, должно сказать, что сниматься очень сложно. Для меня это очень большое, я перешагнула порог себя снимать. Потому что я, мол, себя довольно симпатичная. И сейчас на старости снимать себя уже, какая я есть. Сейчас это, для меня это подвиг. Поэтому прошу прощения, если кому-то, может, там интересно. Вот думает, у нас все красоты, снимает. Нет, если я снимаю, потому что у меня начинают все задавать вопросы. А почему ты себя не снимаешь? Даже такие вопросы говорят, у вас что-то не так? Может, вы там, ну, уродина, не уродина, но, может, какая-то травма, типа, у меня была там, что я не могу себе снимать. Снимать себя очень тяжело. Потому что комплексуешь уже ужасно. Знаешь, какой ты можешь, какой ты был, какой ты стал. Но это, опять же, стимул немножко за собой следить. Немножко поддерживать себя по чуть-чуть какой-то форме. Спасибо всем, кто смотрит, кто не осуждает, кто понимает. Это счастье даже, конечно, до моего возраста. Потому что некоторые не доживают и до этого возраста. Поэтому здорово, что я живу, что я снимаю это видео. Вот так, мои дорогие, перчики поспели. Обрезаю их, напарширую перчики. И будем есть первые свои перцы. Вот так обрезаю их ножничками. Вот. Вот эту сверхушку тоже сейчас уберу, пусть он растет. Потому что тут новые цветочки. А они их на себя тянут. Да и поедим перцев своих. Совместим, так сказать, полезные с приятным. Тяжело в камеру смотреть и что-то делать. Короче говоря, я сейчас рубану. Ну вот, сколько перцев у меня получилось. Сейчас я их нафарширую. И на улице забыла. На улице тоже вот они растут. Сейчас тоже вот перчик срежем. Опа. Там еще вот парочка висит. Сейчас туда буду долезать. Вот почти полную ведерку получилось перцев. Мне, конечно, даже это много. Но ничего, потом использую в салатик или еще куда-нибудь. В рогушку какую-нибудь. Поставила варить рис. Перчики сейчас вот залил кипятком. И потом вытащу из них серединки. Стоит у меня там наверху мультиварка, но неохота мне заводить деться с ней. Перчики даже еще остались у меня. У нас остатки еще. Теплицы сухо. Там дождя не было. Поэтому Юра сейчас будет поливать. Да, теплички. Быстро все сохнет. Тут тепло. На улице холодный ветер у нас. Без воды никуда. Без воды не туда, а не сюда, да? Да. Удивительный вопрос. Почему я подавоз? Почему я подавоз? Потому что без воды ни туда, а не сюда. Еще пойдем. Вон как перчик цветет. Ну вот цветочков сейчас пообрезала. Они сейчас тут все пойдут. Рыхлило, рыхлило, сейчас прибьется. Все им водички. Всем нужна водичка. Все хотят пить. Подвели они. Тем более, я вчера там корни может порушила, что-то полола их. Поэтому им надо водички побольше. Да, потом я там замульчирую. Я уже начала мульчировать там с уголка. Потом все замульчирую. Вот здесь замульчировала я уже на огурчике. По краям. И так все помульчирую. Ну, лейку надо будет. Ну, да. А ну, смотри. Ну, вот. Поливаем, поливаем. Всем до свидания. До скорых встреч. До свидания. Мои дорогие, спасибо, что вы были с нами. До свидания. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...